Тяжелая была ночь, когда кто-то еще есть. Срабатывает механизм, соответственно, согревания внутреннего. Допилите свой тепловизор и начните видеть картину маслом двумя глазами. Можно нарваться и на что-то более. А поверх этого всего чехла. Вы можете столкнуться с кирпичом. Так, по радиостанции один из вариантов. Просто рукавами. Вокруг дерево. Очень удобно. Ну или хлебушку. Потому что он умеет с ними разговаривать. Вот и питом. Я вас всех приветствую. И сейчас я нахожусь на страйкбольном мероприятии. Это рейд. Как вы это уже поняли из предыдущего видео. Я на самом деле сейчас съемками именно самого страйкбола не сильно озабочен. Я приписан к одной из групп. Но я думаю, что будет интересно вам увидеть некоторые лайфхаки, которые будут полезны, опять же таки, в таких мероприятиях. Все, начинаем движение. Вернее, продолжаем движение. Живой булавочек. Сейчас я пытаюсь только моносы полный. И уже 6 часов утра. Практически. Титановая муфляга закипает. Внутри полотки уже гораздо теплее, чем по наружу. Это не платы, это шефер. Вот там открывается небольшое отверстие. Я расположился. Довольно удобно. Внутри муфляж. Брюки, куртка. Сверху у нас пыльник. А поверху этот всего чехол. Да. Сфляги сейчас добавлю в термос воды. Где-то половину еще термоса какао. Как раз на утро будет горячее какао. Внутри спальника. В чехол. Все-таки решил выпить какао. Внутри спальника. Спокойно ночью. Угу. Сейчас. Доброе утро. Даже солнце есть. Ну, сзади. Шелтер. Так непривычно обычно я не слышу утром звуков. Потому что сам. А тут прям жужжание. Все. А не какие-то обсуждения. В общем. Спал в общем-то около часа. Надо поставить пока воду. Там еще впереди по-моему несколько эмиссий. А где-то минус пять. Ну так по ощущению. Ммм. Сейчас после горячего шоколада буду вставать. Не шоколада. Вернее какао. Это один из лучших вариантов. Потому что чай. Ну как бы чай. А какао сразу прогревает уже. Изнутри. И. Конечно заметно. Чувствуется. Пополнение. Энергетических ресурсов. Утренний прогрев. Тоже тепленькая. Нага. Ботинки. Ура. И одеваю это сразу теплые ботинки. В качестве подушки. Вот такая вот емкость. Ну и соответственно. Заворачиваются в так называемый бафф. и уже в роли подушки работает. Оранжевая и оливковая сторона для процесса. Когда ложка осталась совершенно в другом месте. Один из вариантов. И еще края подрезать. Тут главное творчески подойти к вопросу. Каша уже готова. Ложка уже имеется. Отлично. Какая-то вязь. Кстати еще силиконовая кружка позволяет добывать содержимое из своих недр вот таким вот нехитрым способом. Просто поджимаешь и все как бы подтягивается. Если бы это была сейчас жесткая кружка это было бы уже сложнее. Особенно вот таким незамысловатым предметом как имитатором ложки. Татяна. У меня в первой координате. Татяна. 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 выбираемся налегке в этот раз там кто-то скорее всего я наверно подумает с ними разговаривать и решать уже да но вот я имею в виду наш квадрат наш квадрат пока из солнца нужно этим воспользоваться сетка укладывалась получается под спальник и даже более сказать под крема она конечно тоже размочила снег под собой не влажная сейчас стало немножко таким колом потому что замерзла ну что минус мне тоже нужно просушить итак спальник можно просто пригвоздить к дереву но я сказал перерезинить потому что это будет сейчас использоваться для этого резинка открытая горловина вверх не спонятно теперь максимально хорошо да наиболее удобный вариант вертикальная развеска спальника на дерево так а для просушки куртки можно немножко под согнуть вот так вот ветку не ломая внешней стороной на ветку капюшоном она получается оптимально для этого подходит куртка тоже сохнет просто рукавами вокруг дерева вот так завязывается и все так радиостанции вот именно в этом месте когда вы приобретаете гарнитуру радиостанции нужно проверить как хорошо во первых сидит этот шланг во вторых нет ли каких-либо там дополнительных перегнутых проводов и так далее так вот я этот шланг уже приклеил заранее супер клеем прям вот к этому основанию ну кстати термос в таких мероприятиях является тоже немаловажной составляющей потому что кроме того что ты независим от огня у тебя есть кипяток всегда ну то есть конечно ты его должен восполнять но тем не менее и так же опять таки на ночь с термоса можно набирать в термос вернее набирать горячей воды а потом при необходимости когда спальники где-то под утро начинаешь подмерзать прям с термоса добавил в какую-нибудь емкость ну в данном случае титановая фляга и уже такая грелочка у тебя тебя в ногах в руках в общем да немного про кипяток в зимний период нежелательно принимать именно горячую пищу либо питье потому как в организме срабатывает механизм охлаждения данной жидкости или пищи ну и соответственно летом также не стоит принимать ледяные напитки и какие-нибудь там ледяные продукты в поисках сухого на земле ну практически ничего нет того чтобы можно было использовать это уже потом когда разгорится огонь а в данном случае вот отлично с солнечной стороны кора дерево идеально для этого подходит но не нужно это делать ногтями просто можно это сделать ножом вот просто срезают ну и также можно использовать все что в данном случае находится не на земле то есть вот висит проветривается это также можно использовать по наш прям в руках разлетается эти заготовки нужно сделать в достаточной мере потому что разведя огонь нужно будет сразу приготовиться к тому что первое время нужно быть возле него и ждать пока он хорошо разгорится мокрая отлично и потом уже отправляться на поиски это более глобально зажигалки удобно хранить под термобельем во первых потому что они в мороз газовые могут не работать чтобы она четко работала она должна быть теплая хранение зажигалки бронезапястья под термобельем очень удобно и она и не мешает и тоже самое время всегда готова к работе еще раз как трещит так и горит в поисках хорошего топлива знаете еще есть такой момент я заметил когда люди говорят я буду добывать огонь и вот он такие вот добывает когда человек говорит на счет буду получать огонь он таки просто получает то есть тоже есть определенные нюансы а я буду сейчас разводить зажигалка один из удобных вариантов раскладки это когда сначала укладываются вот так ветки потом накрест снова когда нужно быстро согреться при минимальном количестве огня то это наиболее таких условиях при таком минимальном количестве снаряжения наиболее оптимальный вариант ты прогреваешься практически весь главное что еще раз напоминать о том что должен быть хороших карима прокладка между землей и человеком должна быть серьезно потому что даже самый серьезный спальник не справится с холодом который приходит снизу и то же самое касается на обуви то есть любая зимняя обувь первую очередь это высокая подошва потому что именно подошва решает состояние промерзания снизу гидратор гидратор это вот такая вот емкость для запаса воды и даже зимний период когда вы наматываете километры вода требуется вашему организму кстати имеет смысл смешивать 50 на 50 но единственное что чтобы это было без газа минеральная вода то есть минеральная вода и обычная вода ну то есть понятно не из-под крана так вот если вы решили рюкзак вместе с гидратором то есть этим стратегическим запасом воды оставить на ночь зимой где-то вне палатки или вне укрытия то на утро вас ждет сюрприз сюрприз заключается в том что вот этот шланг эта трубка по которой поступает вода опять-таки вам в рот она то есть вода в этой трубке замерзает и вы уже там что-то пытаетесь сделать а у вас не происходит поэтому гидратор имеет смысл вынимать из рюкзака если вы рюкзак оставляется к примеру нибудь снаружи и класть хотя бы возле себя таким образом трубка где-то может быть засунута под спальник и на утро вы все таки будете жидкой водой они с твердым ее состоянием сталкиваться единственное что сразу оговорюсь что гидратор не нужно пытаться засунуть в спальнике таким образом типа вода будет всегда там нормально теплое нет вы еще больше можете охладиться ну вот и утро добрая все уже поднялись взбодрились как сказал один из участников коконные петли отпускать своих бабочек он говорил про спальники тяжело утро вставать потому что всего лишь два часа сна сейчас очередная миссия ребята заряжаются готовятся а что вы думали только женщины могут себе позволить краситься с утра нет настоящий мужчина по утра тоже этим занимаются да только в лесу чтобы никто не видел вот шишига заведена кстати хозяин шишиги ее собрал это понимаю вообще от ноля и при этом снял семь с половиной часов видео подробного видео как он это сделать в деталях там в танчиках в общем да и костра кстати три костра это сигнал детстве не важно как они расположены в линию в треугольник не имеет значения ну то есть по-любому это сигнал бедствия то есть один костер никого не возбуждает ну с точки зрения спасателей это ни о чем вот три костра вместе расположенных это уже да и так значит в все убитые адрес все убитые в этом бою идут на точку p2 немного про гигиену влажные салфетки знакомы всем материал широчайшего спектра 10 но если вы этот материал оставили опять же таки на морозе в рюкзаке то на утро когда вам нужно будет решать иногда очень быстро разного рода задачи вы можете столкнуться с кирпичом поэтому также влажные салфетки имеет собой где-нибудь в спальне прихватить далее козырь в рукаве тюбик на самом деле это бальзам для даже специально такой скошенный носик и можно нормально промазывать губы но еще также так как здесь для человеке так как здесь косметический вазелин его можно отлично использовать для решения задачи это связано знаете с тем с чем с тем когда на морозе на пальцах образуются трещинки и это очень больно это очень неприятно и вы теряете в определенной степени работоспособность нормально руками также совершенно спокойно это работает еще и как защитный крем для лица отлично работает для рук то есть и опять же таки габариты вес все что нам необходимо но теперь пришло время одному маленькому и очень полезному лайфхаку с тепловизором то есть нужно кое-что в любом тепловизоре вот поверьте именно в любом тепловизоре немножко допилить если вы это сделаете то вы поймете насколько прекрасен этот мир и так в каждом тепловизоре к сожалению на сегодняшний день есть недоработка любого производителя я как-то задумался как же решить эту задачу потому что она плавно перерастая даже из формата задач в формат проблемы что я имею в виду дело в том что когда вы в ночное особенно время видите наблюдение в тепловизор через опять-таки некоторое время вы отставляете прибор от глаза и в этот момент вашем глазу все черное то есть такое темное темное пятно в то время как другой глаз который наблюдал за обстановкой происходящий он находился в и продолжает ходить в нормальном режиме так вот просто происходит засвет вашего одного глаза в которой который вы используете для наблюдения в тепловизор и все он лишается ночного зрения вопрос решается быстро и просто смотрите на глазник так называемый резиновый снимается и в него по размеру вырезается и вставляется вот такой вот красный светофильтр дальше все возвращается в исходное состояние вот так немножко не быстро возвращается в исходное состояние но плотненько все присаживается и теперь вы наблюдая в тепловизор через красный светофильтр который вы сами можете установить вы получаете четкую картинку ничего не поменяется кроме того что все станет конечно в монохроме то есть станет красное но поверьте все детали все нюансы которые вы до этого наблюдали в этот тепловизор вы по-прежнему будете видеть единственное что конечно поиграться с режимами типа перепады там черное теплое теперь белое теплое или там цветное некоторые изменения вы увидите но в целом картинка будет одинаково но это ничто по сравнению с этим эффектом когда вы убираете тепловизор от глаза и продолжаете смотреть кстати предупреждаю есть одна небольшая побочка она заключается в том что при длительном использовании тепловизор с красным светофильтром когда вы смотрите на окружающую обстановку глаз который наблюдал картину в тепловизор дает синеватое изображение то есть к примеру огни города они начинают быть они становятся более зелеными зелено-синими а вот небо которое ну в принципе такой не цветной она становится синеватым и все кстати говоря становится немного и ярче надо вот этот маленький но очень полезный лайфхак с тепловизором допилите свой тепловизор и начните видеть картину маслом двумя глазами ну что вот как бы такой вот красоте и заканчивается сегодняшнее мероприятие спасибо за внимание скоро увидимся